Выезжаю из этой военной грузинской дороги, это вторая часть поездки в Ладовский с Солоняковым. И мы направляемся с вами в Ладовское. Самый лучший поселок на территории Черноморского побережья Кавказа. По моей версии я не люблю точно. У каждого, естественно, своя версия. Вот эти Солоняки. Если все вернуть налево, то мы пойдем на ту улочку, которую я уже проходил. Опять так сказать, не показывал нам. Основную часть Солоняков, где можно остановиться и спокойненько отдохнуть. Кому как. А мы едем в Ладовское. Вот смотрите, буквально минутка видео прошла уже. Километр, наверное. И мы территориально будем находиться в Ладовское. И я вынужден двигаться с потоком транспорта. Так как за мной там уже чуть-чуть пробочка. Без двух машин. Аж быстро. Но люди спешат. В Ладовское указатель 1 километр. Пожалуй, я их, наверное, пропущу, чтобы ехать помедленнее. Дабы вам была возможность рассмотреть все красоты. Ну, красот пока, если честно, мало. Она еще не зелененькая. Еще на свете так сильно солнце. А уж такой весенне-летний период, когда ты едешь и все горит красками такими яркими, зелеными. Все цветет. Ну, здорово. Вспоминаю свои первые впечатления, когда я тут уже вернувшись в Ладовское, начал ездить на машине. Прям, ну, радость какая-то. В глазах там все такое. Такие краски. Ну, со временем, видимо, я прижился к этому. Там еще ребят. И поедем чуть-чуть потешим. Вот Ладовское. Полторы минутки. И вы в Ладовском. В принципе, даже от этого указателя идти не так тоже далеко. Я прогулялся в эту сторону. Сейчас мы немножечко проедем. И будет уже Одиссея. Со своей циркушкой. Красивый. Сочинское шоссе, которое подымался наверх, помните? Кто смотрел, то помню там красивый домик заброшенный еще. Вот. Вот, смотрите, вот. Это уже Сочинское шоссе. Справа Одиссея. Но, к сожалению, я не могу туда заворачивать. Как бы показать. Но забрончик вы увидите. Опять меня догоняют. Иду вправо. Иду вправо. Прошу вообще. Вот. Сейчас еще буквально несколько метров. И будет остановка Визор. Помните, я ходил на улице с Войной? По горам, по долам. А вон голубые, голубое здание, голубые небеса. Тоже вам показывал. Выгуливался себе там. По лесам бродил, искал что-то там. Вот здесь я был. Не знаю, вам краем, наверное, видно море, да? Вот это уже пляж. Голос. Справа от меня санаторий Ладзейская. Тут будет санаторий Голос. И только санаториев нету. Или они уже турбазные. Не знаю даже. Они стали частными. Что-то сносят вот на территории санатория Ладзейская. Это Сочинское шоссе. Еще чуть-чуть. И будет как раз гостиница Континент. Сочинское шоссе 6-1. Где, который я искал? Золотой ключик. Все там вот. Нарядушка. И вот тут будет сейчас пешеходный переход. Светофор. По нему вы будете ходить в море. Тем, кто живет в этих домах. Скажу вам, не так далеко. Получаем. Оперативный простор. Видно. Небо теперь будет на мосту. Вообще все будет. Панорама улучшится и статус. Вот она Ладзейская. И вот если ехать все время прямо. То есть прямо. Через дома. Мы как раз выезжаем на улицу Партизанскую. Партизанскую. Опять до мной стоит вопрос. Как проехать? Как? Через 10 минут. В нашем времени. Давайте прокатимся по улице Тормахова. Выйдем на Калараш и к морю. Все пути ведут в Рим. А в нашем варианте к морю. Узнаете? Слева у нас Феникс. Прямо Эвелин. Выйдем на Калараш. Можно проехать через высотку. Но там похуже дорога. Родовая. Поэтому мы поедем прямо по Тормахова. И кстати будем проезжать Тормахова 3А. Я теперь запомнил этот адрес. Пошел частный сектор. Не устану повторять, что нет у нас архитектора. В Лазарском районе. Из этого места можно было сделать обалденное местечко. Такое красивое. В одном стиле, что дома были красивые. Но к сожалению у нас каждый играет за себя. Я посмотрел знаки. Или возможно тут нет. И где тут главная дорога. Где второстепенная я так и не понял. Тормахов сверху. Сейчас мы по второстепенной проедем. И выйдем сразу на улицу Калараш. Ну тут ничего не поменялось. Как вот эта куча эти бетона валялись. А так они и валяются. Ну а че? Че мучиться то? Улица Согласия. Ее лицевая часть. Как говорили. Конца ТОС. Фильм про Бертоньян. Какая-то там подвеска. Что-то там. Элемент одежды. Свою заднюю часть или тыльную часть. Вы бы никому не показали. Вот тут вот так. Так же. Передняя часть в красоте. А сзади там творится ужас. Ужас что. Пятизвездочный отель Grand Hotel Spa Прибой. Он еще не открылся. Но я думаю вот в этом сезоне мы заработаем. Вечерами уже горит иллюминация. Так красивенько все. И мы выезжаем на улицу Калараш. Наше путешествие надеюсь закончить у моря. Естественно если хватит времени. Увидим. Или так. В всяком случае еду туда. Еду в Магадан. По времени мы уложимся. На вопрос совпадут ли мое желание со светофорами. Улица Калараш. Справа буквально магнит гипермаркет. И мы идем. Точнее мы едем к морю. Слева хлебозавод. Который надо уже давно перенести куда нибудь. Подальше здесь сделать что нибудь. Какое нибудь красивое строение. Или может быть даже торговый центр. Справа школа. Рядом с которой нету. Ни подъезда. Ни парковаться. Пионера не высадить. Центр национальных культур с красивым парком. Который я сегодня... Нет не его. Я чуть дальше снимал. Вот видите. Видимо не удастся нам добраться до моря. Так как светофор сыграл с нами злую шутку. Опять так сказать. Он уже красный. Все. Я не успею показать вам море. Если только в следующем клипе. Увы самсунг не позволяет мне снимать более 10 минут в хорошем качестве. Могу в плохом. Но надо ли оно? Да и утомитесь вон. Да и утомитесь вон.